Возлюбленные Господи, дети, призываю вас любить Церковь Христову. Она есть сокровищница великой премудрости и милости Божьей. Помните, что не знанием только одним познается человек, но и делами. Любите ближних своих и врагов, как заповедал нам Господь. Божие благословения да пребудет со всеми вами. Мы сборная Крыма номер 2 и мы носим название «Дети святой земли». Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы готовились к международному этапу телеконкурса «Зерной истины»? Мы занимались с бывшим участником «Зерной истины» Ксенией Шульман. Она наш куратор, она проводила тренинги с нами. Мы отвечали на вопросы, на разные вопросы. Также смотрели игры за прошлые года, а также отвечали на вопросы из базы вопросов. Большое спасибо. Ну и, наверное, такой последний вопрос, наверное, более интересный. Что для вас «Зерной истины»? Я попрошу буквально в двух словах каждого участника команды сказать об этом. Это часть моей жизни. Это игра, которая познакомила меня с этими прекрасными людьми, моими друзьями. Это моя веселая и горячая молодость. Это место, где сконцентрированы добрые люди. Это напряженный счет. Это православная игра, которая учит данной вере. Это новые эмоции. Уважаемые телезрители, мы продолжаем серию игр 11-го международного конкурса знатоков православной культуры «Зерной истины», в котором принимает участие 18 команд. И сегодня мы знакомимся с командами школьной лиги. Мы уже повстречались с первой сборной Крыма «Верой Вечной», а теперь сборная номер 2 «Дети Святой Земли». Так решили они назвать себя, помятуя о том, что Крым есть земля святая для каждого русского православного человека. Артем Луценко, ученик 9-го класса Сакской средней школы номер 2 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сергей Костенко, учащийся в Сакской гимназии номер 1, учится в 8-м классе, а также в музыкальной школе по классу гитары и играет в футбол. Алина Федорова, ученица 9-го класса Таврической школы гимназии номер 20 имени святителя Луки города Симферополя, а еще Алина – редактор школьной газеты. Юлия Лободина, 11-классница Таврической гимназии номер 20 имени святителя Луки. Города Симферополя занимается рукоделием, любит ходить в походы. Тихон Бородин, 11-классник Таврической школы гимназии номер 20 имени святителя Луки. Увлекается радиоэлектроникой, рыбалкой и туризмом. Полина Луценко учится в Сакской средней школе номер 1 в 11-м классе. Она президент ученического самоуправления города Саки. Ну а сейчас я хочу представить капитана команды. Это Александр Полищук, ученик 9-го класса Таврической школы гимназии номер 20 имени святителя Луки города Симферополя. Участник Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия, активист общественного движения, волонтеры Победы. Хочу пожелать нашим знатокам удачи, Бог вам в помощь. Объявляю счет 0-0 и первый вопрос выберет для своей команды Артем Луценко. Вопрос номер 7. Сборная знатоков из города Старый Оскол является автором этого вопроса, который связан с деятельностью великого русского ученого, художника и поэта, философа Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносов как-то сказал, создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой свою волю. Что это за книги? Назовите их. Время одна минута. Это, скорее всего, Библия и Новый Завет. Ветхий Завет – это воля, получается, а… Нет, величие – это величие, а воля – это Новый Завет, а его чудо. Еще потому что очень много было мучеников, которые проявили свою волю, вы показали. Значит, величие – это Ветхий Завет, а воля – в Новом Завете. Получается, величие – может быть, наоборот, величие в Новом Завете, так как… Нет, наоборот, наоборот. Какие еще могут быть версии? Ну да, конечно, две книги. Это величие, как он солны в зерк. Ну, то есть две книги. Это понятное дело. Какие еще версии? Может быть, это две сказали заповедями? Конечно, это не очень. Не, 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 да. Все пожарить. Если «Но» нет, то надо везде везде в одновременность. Ну, что еще может быть? Это значит, величие, возможности и новости. А, ветхий Завет и Новый Завет. Второй ветхий Завет и Новый Завет. Ветхие Завет и величие, да? Да. Хорошо. Итак, уважаемые знатоки, ваше время истекло. Кто попробует ответить на этот вопрос? Ответь на этот вопрос даст Лободина Юлия. Наша команда посвящалась и решила, что Господь в Ветхом Завете показал свое величие, а в Новом Завете свою волю. То есть в Новом Завете мы уже не сможем увидеть величие Господа. Безусловно, сможем. Сможем. Но там более показана воля. А волю в Первой книге не видно. Ну, я бы на вашем месте не стал разделять эти две части Священного Писания. Тем более, что Священописание состоит из одной и даже не из двух книг, как вы знаете. В одной он показал свое величие. А ведь, кстати, вопрос-то был о Ломоносове, который изучал природу, который из этих своих наблюдений над природой выводил свои законы, которые потом подарил всему миру. Первая – это видимый сей мир, созданный Богом. А вторая книга – это Священное Писание. К сожалению, вам не удалось найти правильного ответа на этот вопрос. И счет становится 1-0. Пока, пользуясь телезрителем. Второй вопрос выберет сейчас для своих друзей Сергей Костенко. Вопрос номер 4. Один за всех и все за одного. За столом останется Лободина Юлия. Итак, три коротких вопроса по 20 секунд на каждом. Выбираем? Какое твое любимое стихотворение? Ну, это не сам вопрос, конечно. Было бы неплохо. Мне очень нравится стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Если жизнь тебя обманет». Напомнишь нам первые строчки, Иван? «Если жизнь тебя обманет, не печалься и не сердись». Возьмем за правило. Почему я задал такой вопрос? Потому что следующее задание немножко будет в стихотворном виде. Сразу дам задание. Нужно сказать будет, о ком эти строки стихотворные. «Блажит тебя, святая Русь, великий княже, прочерк, Внимая сказанным словам, Не в силе Бог, а в правде. В победах правду доказал, Что смог поверить Богу, А в схеме Алексием стал. В молитвах ты всегда приходишь на подмогу». В победах правду доказал, Не в силе Бог, а в правде, Великий князь, Святой Руси. Никого не вспоминаешь? Единственное, что приходит на ум, это Ярослав Мудрый. Там бы что-то о мудрости этого князя было бы. А вот великим князем, который много раз побеждал, именно как полководец, освобождал отечество наше, тут даже в рифму подходит. «Блажит тебя, святая Русь, великий княже Александре, Внимая сказанным словам, Не в силе Бог, а в правде. В победах правду доказал, Что смог поверить Богу, А в схеме, Потому что Александр Невский принял монашество, И причем был схимником, С именем уже Алексей». Ну что же, ребят, давайте поможем вашему товарищу, она волновалась. Счет пока 2-0 в пользователе зрителей, но у вас еще есть целых 5 вопросов, для того, чтобы не просто их догнать, а и победить. Чего я вам и желаю. Третий вопрос для своей команды выбирает сейчас Алина Федорова. Вопрос номер 1. Перед Олимпиадой 2010 года патриарх московский и всея Руси Кирилл благословил российскую сборную и провел торжественный молебен. В общем медальном зачете сборная, к сожалению, не достигла больших успехов. И тогда один из комментаторов, может быть скептиков по отношению к религии, к сожалению, но тем не менее, процитировал известный лозунг, а может быть наоборот, он сочувственно относился к команде, собственно говоря, он не сильно ошибся. Итак, в этом известном лозунге последнее слово было заменено почти что аммонимом, грамматического термина, в котором У было заменено на При. Воспроизведите получившийся лозунг, подсказка. Это есть как в церкви, так и в языкознании. Начинается он со слова Главное, а дальше завершите. Главное не победа, а участие. 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 Главное не победа, главное причастие. А что такое причастие? Это таинство. Раз. А в языкознании? Это часть речи. Глагол плюс прилагательный. Ну, я бы сказал так. Особая форма глагола. Особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Не знаю, как вы, а я лично соглашусь с этим комментатором. Главное не победа, главное причастие. И жизнь вечная. Не знаю, что имел в виду комментатор, а я точно знаю, что счет становится 2-1 пока в пользу телезрителей. Четвертый вопрос выберет сейчас для своих друзей Юлия Лободина. Вопрос номер два. Встречаем выносной вопрос. Как вы думаете, где можно услышать следующую фразу? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Новослободская. В метро. Конечно. А теперь представим, что мы выходим на этой самой станции Новослободской и идем по ней. Ее не случайно называют каменным цветком или подземной сказкой. 32 витража, ни один из которых не повторяется. На них изображены люди разных творческих профессий. Архитектор, географ, художник, музыкант. Эскизы выполнил иконописец и народный художник СССР Павел Корин. В основу причудливых орнаментов он положил узоры облачений православных священнослужителей, а также средневековых райских садов. Но в торце зала большое во всю стену смальтовое панно «Мир во всем мире», репродукция которого перед вами. Как видите, в центре изображения босоногая мать с ребенком на руках. Она удивительно напоминает картину Виктора Васнецова «Богоматерь с младенцем» и сделанную по ней в 1883 году, позже роспись алтарной апсиды Владимирского собора в Киеве. Русский художник, безусловно, не раз видел этот образ и не мог им не вдохновиться. Сходство панно с Богородицей Васнецовской уловили и некоторые советские чиновники. Возмущаясь, они потребовали убрать изображение Пречистой из советского метро. Хрущеву Мадонна тоже не приглянулась, но по другой причине. Почему она и я делаю прочерк? Это что, намек на то, что у нас в советской стране людям не хватает? И дальше еще раз прочерк. Почему дискредитируете советскую власть, а плошность срочно исправили? Скажите, каким образом, если панно не убрали? Что на нем вынуждены были добавить? Время – одна минута. Смотрите, обувь, обувь, добавили надпись «Мир». Почему? Нет, обувь, тут обуви нет. Нет, обувь есть, что не хватает? Обувь есть. Нет, что не хватает? Что не хватает? Денег, денег. Как они знали, есть ли, почему она босая? Есть что, не хватает? Но почему ее сходят? Обувь есть. Вопрос. Уже исправленный вариант. Уже исправленный вариант. Скорее всего, это неисправленный вариант. Это неисправленный вариант. Это неисправленный вариант. А что, если добавили надпись, там не было надписи «Мир», а добавили «Мир»? Мол, тебе не хватало одежды какой-нибудь там? Уважаемость, на такие время для обсуждения «Стекло», капитан команды Александр Полищук. Ну, кто попробует ответить на этот вопрос? На этот вопрос даст ответ Полина Луценко. Мы с командой посветовались и считаем, что тогда сказали, почему она босая, ей что не хватает обуви, и поэтому к конечному итогу ей добавили саму обувь. И никаких претензий больше не имели. К сожалению, претензии были. Несмотря на то, что эту мозаику несколько модернизировали, из ЦК последовало распоряжение мозаику убрать. Но авторы проекта Новослободской пошли на риск и спасли великую работу великого мастера Корина. Снаружи панно загородили облицованной мрамором фальшивой стенкой. И лишь после смещения Хрущева в 1964 году мозаика вернулась на свое место, а нарисованные на ней подобие древнеримских сандалий смыли. И теперь она в первозданном виде. Счет становится 2-2, ничья. Ну вот, кто, если не вы, должны были ответить на этот вопрос? Кто, если не мы, говорят вокалистки ансамбля «Соловушка» в своей новой песне? Время влияет на дни события. Кавер диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия Сильной, свободной, богатой России. Время менять обещания стравтивые На это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честно любимые Нам до России, зависит от нас. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, нагоды на столетия? Кто, если не мы, истиная лаванда? Кто, если не мы, науки-пропаганда? Кто, если не мы, застали биться сильны? Кто, если не мы, свободная Россия? Мы скинем и ждем в эти центры стихи Мы строим проекты великой страны Мы помним историю нашей России И эту историю делаем мы Детство уверенно, смело, логично Общие деньги, цели верны Легко нам не будет, и это отлично Успех наш зовет за успехом страны Кто, если не мы? Сила поколения Кто, если не мы? Научное мышление Кто, если не мы? Прорыв десятилетия Кто, если не мы? Нагодные на столетия Кто, если не мы? Идиная команда Кто, если не мы? Наук и пропаганда Кто, если не мы? Достали быть за силы Кто, если не мы? Свободная Россия! Мы можем мечтать управлять экономикой, Водить корабли, и нас много таких. Колонны растут, как и четкая логика, Мы этим горды. И на лучших других! То, если не мы, сила поколения! То, если не мы, научное мышление! То, если не мы, прорыв десятилетия! Но, если не мы, наклоны на столетии! To, если не мы, единая команда! То, если не мы, науки пропаганда! То, если не мы, составим лица силами! Но если не мы, свободная Россия, охранная Россия, великая Россия, свободная Россия, любимая Россия. Хочу напомнить, счет 2-2, пока ничья. И пятый вопрос для своей команды выберет Тихон Бородин. Вопрос номер 11. Сушко Виктор Петрович из города Епатории задает вам свой вопрос. Митрополит Вениамин Фитченков вспоминал губернатора, хотя его фамилия была явно немецкой, но он был хорошим православным, часто подходил к иконе Божьей Матери, стоявшей в его кабинете и на коленях молился. Видя неизбежный конец, он захотел исповедоваться перед неизбежной смертью, но было уже поздно. Его личный духовник, прекрасный старец-патриарий Лизаклинский не мог быть осведомлен, времени оставалось мало. В это время толпа ворвалась уже в губернаторский дворец. Дело было во время февральской революции 1917 года. Но он все же смог поисповедоваться перед самой своей кончиной. Речь идет о тверском губернаторе Николае Георгиевиче фон Бюнтинге, ставшей первой жертвой, кстати, февральской революции 1917 года. Виктор Петрович Сушко спрашивает, как же смог поисповедоваться этот человек. Время. Сам этот губернатор позвонил. Итак, уважаемая команда, будет ли ответ у вас на? На этот вопрос. На этот вопрос отвечу я, капитан команды. Наша команда считает, что исповедь была совершена по телефону. 3-2 в вашу пользу. Шестой вопрос для своей команды выберет Полина Луценко. Вопрос номер 10. Ярослав Егоров из города Симферополя задает вам свой вопрос. В конце 80-х годов 20 века во время служения ныне митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в Аргентине на площади Чаркас в городе Буэнос-Айрес был освящен памятник нашему выдающемуся соотечественнику. Какому юбилейному событию было приурочено освящение этого памятника в столице католической страны Аргентины в городе Буэнос-Айрес? Время. Это был путешественник? Владимир. Нет, Владимир, да. Князь Владимир, тысячелетие крещения Руси, 80-е годы, конец 80-е годы. 50-е годы какого века? Это 20-е годы, 80-е годы. Подождите, там говорилось про соотечественника, нет? Соотечественник, ну, Россия. Это соотечественник? Да, это княж Крымский. А если вам не в честь какого юбилея? Тысячелетие крещения Руси. А у меня там есть такой памятник, уверен в этом? Памятник, да, конечно, есть. События в католической стране. Я вообще сказала, что она была как бы католическая, католическая страна, но они все равно, которые не странные. А возможно, это какой-нибудь там тот же 직рит brushman? Да, христианин. Ну, хорошо. Эта католическая страна. Анaska, это тысячелетие ряд? Юби-ея. У нас тысячелетия. Тысячелетие? Ну, тысячелетие… А может кто по паре ции? Может кто же клинит? Может кто pets по концу? Вот performed в 2-4 в 4- chicks … Ну, в 8-6 если так много н 회 labs? В аргентине, ну, что там наши главные? Это тысячелетие крещения Руси? Ваше время истекло. Капитан команды Александр Полищук. Кто ответит? На этот вопрос даст ответ Лободина Юлия. Уважаемый ведущий, можете повторить, пожалуйста, вопрос? К какому событию было приурочено освящение памятника в городе Буэнес-Айрес, столице Аргентины, католической страны? Мы считаем, что памятник был освящен в честь тысячелетия крещения Руси. Впоследствии Владыка Лазарев вспоминал, что когда передо мной стал вопрос, каким же должен быть памятник, я вспомнил, что видел прекрасное изображение, прекрасный памятник напротив Даниловского монастыря, напротив резиденции отдела внешних церковных сношений, который курировал деятельность зарубежных приходов Русской Православной Церкви. Это был памятник, который и сейчас стоит в городе Буэнес-Айрес. Такой же памятник есть в Москве. Памятник святому равнопостальному князю Владимиру. Посвящено это тысячелетию крещения Руси. Счет становится 4-2. Ну что же, сейчас вам предстоит дать ответ на итоговый вопрос. Вопрос номер 7. Выбирать его не придется. Это будет вопрос на заданную тему, который подготовили для вас ваши друзья, знатоки православной культуры из Старого Оскола. Внимание на сценическую площадку. В маленькой церквушке только что закончилось богослужение. Все спешили домой. Одной девушке предстоял неблизкий путь. Какая прекрасная сегодня была служба. Но жаль, что это кредко могу приходить в этот храм. Но вот с погодой я что-то совсем не подрассчитала. До дома далеко, а дождь начинается. И я боюсь, что я промокну. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Вот иду со службы. Дождь начался, а я сейчас промокну. А до дома далеко. Мы бы тебе помогли, да у нас зонтик маленький. Ты должен помолить Богу, он тебе поможет. А мы пойдем. Господи, помоги мне. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Я вот иду со службы. До дома далеко, а я замерзла и есть так хочется. Тебе что-нибудь нужно? Мы поможем. А, ты кушать хочешь. Мы помогли. Правда, мое яблоко. Почти кончилось. И мороженого что-то не осталось. Помолись лучше Богу. Он обязательно поможет. Не волнуйся. Господи, помоги. Бедная только полпути пройдена, а уже вечереет. Молодой девушке предстоял неблизкий путь через лес. Обычно я одна через лес не хожу, а тут темно и как назло никого нет. А, нет, кто-то идет. А, да это же наш панамарь. Привет, Коля. Привет. А тебе, случайно, не через лес идти? Да нет, не в другую сторону. Очень жаль, а то, я думаю, меня кто-нибудь проводит. Слушай, ну я рад был тебе бы помочь. Но батюшка попросил пораньше прийти в храм убраться. А помнишь, мы сегодня разбирали 22-й псалом? Если пойду, и долина тени смертной, не убоюсь и зла, ибо ты со мной. Ты помолись Богу, и Он тебе поможет. Прощай. Да, ну а как же я? Пришлось бедной девушке одной идти через лес. И только придя домой, напившись чаю и хорошо поужинав, она наконец согрелась. Уважаемые знатоки, через минуту вам нужно будет сказать, какое библейское выражение мы разыграли. Уважаемые знатоки, у вас есть одна минута на размышления. Которые не сделали, у них это все было, но они не поделились этим. Они не сделали, не помогли. То есть... И? И у них это было, но они не помогли. Они этого не сделали. То есть, они... Какое выражение у вас разыграли? То есть, надо выражение с помощью. Да, выражение... Господи, какие мы вообще библиизмы знаем, ребят? Давайте... И все, которые, значит, не выходят никак по эту... Ну, понятно. Они этого не сделали. Они не помогали. Они не помогали. Не помогали, да. Бог в помощь. Нет. Нет. Это слишком банально просто. Из-за того, что они просто... Даже банально не поделились этим. Помоги, как бы... Помоги ближнему. Помогай ближнему. Помогай ближнему. Я не помню такого. Помоги ближнему, скорее. Что-то... Что-то... Что-то еще... Что-то может... Артем, мы можем... Да. Уважаемая команда, уважаемые снатки, Александр Панищук, ваше время истекло. Как в этих мире. Кто попробует ответить на этот вопрос? На этот вопрос попробует дать ответ Алина Федорова Алина. Наша команда посовещалась и решила, что это выражение помогает ближнему своему. Давайте спросим сейчас ваших товарищей из Старого Оскола, которые показали вам эту историю. Уважаемые снатки, к сожалению, у вас не было верного ответа. Мы хотели вам показать крылатые выражения из послания апостола Иакова. Ибо так тело без духа мертво, как и вера без дел мертва. Вера без дел мертва есть. Вот если бы вы сказали это, уважаемые снатки, были абсолютно правы. А пока я советую вам об этом помнить. Сколько верующих людей встретилось навстречу этой несчастной девочке в темном и холодном лесу. Кто-то из них помог ей делом? Нет, советами, рекомендациями. Но что же, я надеюсь, что вы запомните это действительно крылатое выражение. И пусть оно несет вас на крыльях по жизни вашей. Несет ко спасению и жизни вечной. Счет становится 4-3. Вы все-таки победили телезрителей. Через 30 секунд я прошу вас выбрать лучший вопрос, который встретился вам за сегодняшний конкурсный день. А в это время представитель совета старейшин Александр Волчев, в прошлом сам неоднократный капитан команды сборной Крыма, скажет, кто сегодня был лучшим знатоком. Вопрос номер 4 про метро. 4 про метро, это про обувь. Вопрос и обувь самая интересная была. Давай, самая интересная. Совет старейшин решил, что сегодня лучшим знатоком вашей команде является капитан команды Александр Полищук. Поздравляем. Ему мы дарим нашу клубную футболу. Также хочется отметить вашего умного знатока Юлию Лободину и подарить ей книгу об иконе Богоматери Адигитрии Тихвинской. Мы должны помнить, что всегда находимся под ее покровом, под ее защитой. Пусть она оберегает вас и хранит на вашем жизненном пути. И поэтому не стоит так волноваться в страшных жизненных ситуациях, таких как один за все и все за одного. Не так ли? Александр, вы в прошлом были капитаном команды сборной Крыма, и вот сейчас сборная Крыма сидит здесь за столом. Что вы чувствуете сейчас? Какой-то эффект дежавю, может быть, или что-то иное? Волнение. Волнение, наверное, за ребят, потому что когда-то мне тоже пришлось представлять команду, отвечать, нести ответственность за игру сборной Крыма. И, конечно же, это очень ответственно, очень волнительно. Уважаемые знатоки, вам предстоит сказать, какой же вопрос понравился вам сегодня больше всего. Для нас самым интересным вопросом был вопрос номер 4, точнее, выносной вопрос. Уважаемые телезрители, на сегодня мы завершаем свою встречу с командой сборной Крыма, но не завершаем еще свое путешествие по страницам 11-го международного конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины». Напомню, что, как всегда, наши знатоки ждут ваших новых вопросов, которые просим присылать к адресу Российской Федерации, Республика Крым, город Симферополь, почтовый индекс 295-011, улица Героева Джимушкая 9-11, редакция конкурса «Зерно истины». На нашем сайте знатоки.artox.ru вы сможете узнать, какие же вопросы, в какой форме лучше подавать, чтобы они совпали с форматом нашего телепроекта. А также сможете подготовиться со своими командами к участию в аналогичных конкурсах в своей школе, в своем городе, в своем высшем учебном заведении. И, может быть, приехать к нам на следующий год для участия в межрегиональном и международном конкурсах. Напомню, что наш телепроект подготовлен Семеропольской Крымской епархией совместно с Министерством образования Республики Крым, телеканалом «Первый Крымский» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации. Через неделю мы познакомимся с еще одной командой школьников из города Керчь. А на сегодня больше вопросов нет. До новых встреч. Ангела-хранителя всем вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Наслаждение от чувств. Не пощупать руками там, где нет любви. Ни к чем на пустое в сердце заменить. Драгоценный камень не способен ценить совершенно другое. Чудо есть для всех. И во всем мире для него нет границ. Никаких пределов каждый может любить. И быть любимым для него среди нас нет последних и первых. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Большой 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 «Симон»